Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 17 сентября, день Вавилы, назван в честь святого священномученика Вавилы. Он был архипастырем Антихийской церкви, и когда узнал, что мерзкий царь хочет осквернить церковь, преградил ему вход. Он громким голосом воскликнул, не должно тебе, царю, идолопоклоннику, входить в святыню Бога Живого и осквернять ее своим присутствием. Царь отступил, но потом жестоко пытал старца Вавилу, принуждая его поклониться языческим богам. За отказ был усечен мечом. Сегодняшний день имеет несколько названий. Луков день, непалимая купина, Богородица. Наши предки считали, что сегодня нужно обязательно помолиться непалимой купине, которая охраняет дом и постройки от молнии и пожаров. И в этом нет ничего удивительного. Дома постройки были деревянные и горели, как спички. А сам пожар, который произошел вследствие молнии, можно затушить только молоком, пивом или квасом. Либо, если бросить в горящего дома белого голубя. Также в доме старались держать черную кошку или собаку, считая, что эти животные берегут дом от пожара. Верили и в то, что неопалимая купина сможет защитить их скотину от болезни. Женщины сегодня выкапывали лук, потому и день в народе называли луковым. А мужчины обходили сыновалость с вилами и втыкали их в снопы, чтобы прогнать нечистую силу, чтобы она там не пряталась и не нападала на домашних животных. Если строили дом, то вилами протыкали сухой мох, который использовали как уплотнитель-утеплитель. Приметы. Много шелухи на луке, значит зима будет очень холодной. Нельзя держать пожарную бочку полную водой, поскольку быть готовым к пожарам, значит привлечь его. Абрикоски у нас все сушеные, без косточек они пойдут. Итак, мы с вами берем опять-таки проросшую пшеничку, вот, кладем сюда горсточку и равномерно все это уже здесь начинаем смешивать. с хурмой и абрикосами. Вот так вот. Включаем и начинаем все это перебалывать. Так, включили. и потихонечку. Опа. А, ваше, но... А, ваше, но... Все, мы с вами получили вот такой вот фаршик Теперь этот фарш мы с вами должны хорошенько перемешать Исходное сырье для наших конфеток уже имеется Мы его сюда выкладываем И хорошенько перемешиваем Раз руки у вас чистые, делайте это своими собственными руками С любовью к продукту, с любовью к самим себе Вот так вот все это перемешиваем Так, важно, чтобы все компоненты соединились в одно целое И они у нас как раз соединяются Вот Так Теперь мы с вами вымоем руки Оботрем ручки Потому что они должны быть теперь у нас сухие Так И добавим меда Меда много добавлять не следует Именно столовую ложечку Все И хорошенько все это вымешаем опять Руками не будем А будем ложечкой Все это тщательно мешать И ложку лучше всего использовать серебряную Как я, у меня эта ложечка серебряная И что мы в итоге с вами получаем Помимо того, что мы с вами получаем сладкую смесь Мы получаем еще и целебную смесь В которой имеется клетчатка Она заставит работать наш желудочно-кишечный тракт Она сформирует нормальный стул Клетчатка всосет различные вещества Ненужные для нашего организма Но тем не менее находящиеся в полости толстого кишечника И выведет их наружу То есть с помощью этой сладкой смеси Мы с вами будем еще очищать организм Дополнительно Она будет нас питать Почему? Потому что здесь содержится Огромное количество витаминов Минеральных веществ Которые необходимы нашему организму И кстати здесь содержатся такие вещества Аделия калия Которые будут способствовать тому Что будет выводить лишнюю воду из организма Поэтому здесь в организме у нас Не будет наблюдаться никаких отеков Которые образуются вечером Начинают отекать у нас ножки Вот А утром, когда мы просыпаемся Лицо заплывается То есть все это будет у нас уходить Естественно много есть его не надо Одну столовую ложечку В течение дня И это будет нормально Причем знаете как съедать? Лучше не глотать А рассасывать во рту Значит медок мы с вами добавили Теперь что мы можем сделать? Для пикантности мы можем сделать Эту смесь более такой насыщенной Фитонцидами Для этого мы с вами берем Специю И Натираем ее Порошочек Натираем, натираем Много не надо Их специя вы видите Она такая Это не столько жгучая Сколько более ароматная Специя Которая Помимо того что Оздоравливает работу Желудочно-кишечного тракта Нормализует микрофлору Раскрывает Различные Сосуды Пищеварительные железы Улучшает текучесть желчи И способствует Разжиганию аппетита И страсти Более того Она также стимулирует И работу Нашего мозга Делая ее более такой Острой Поэтому Вот эта смесь Которую я сделал Очень хорошо Подойдет В качестве завтрака А также можно использовать И в обед Но не более Одной столовой ложки Для улучшения работы Мозга Чтобы наши школьники Учились лучше Им что нужны Нужны Углеводы Быстрые углеводы Нужны Они как раз здесь есть Им Нужна острота ума Как раз Специя ее Нам дает Им Надо здоровье Конечно надо Чтобы они полноценно И Трудились И учились Витамины группы В Есть Есть Вот она Обилие Как раз Которое здесь Имеется Поэтому Эта смесь Как раз Обладает Всеми Всеми Теми Свойствами Которые Нужны Человеку Для полноценной Учебы И здорового Ощущения Самого себя Кстати Эту смесь Можно использовать И спортсменам 18 лунные сутки После предыдущего мощного дня Эти лунные сутки Несут спад Энергии в теле мало И это располагает К пассивности И подражанию Замечено Что наш внутренний мир Проявляется Через отношение К миру внешнему И если мы Испытываем Зависть Огорчение И другие Негативные эмоции Виноваты в этом Мы сами А не окружающие Осознание Этого отражения Прекрасный повод Для работы Над собой Энергия Сейчас располагается В области Половых желез Вочевого пузыря И прямой кишки Это удачное время Для выполнения Отчетительных клизм Особенно если Имеется Высыпание На коже Что касается Питания Это сегодня Воздержитесь От соленой пищи Двигательная Активность Нормальная 19-е лунные сутки Энергетика этих суток Считается тяжелой Что выражается В склонности К легкому обращению И склонности К порочным действиям Именно поэтому Символика этих лунных суток Связана С пауком и паутинок Сегодня важно думать Прежде чем Что-то предпринимать Избавьтесь От самообмана И гордыни Хорошо попросить Прощения Активность организма Сосредоточена В области Поясницы И хрестца Можно Самостоятельно Размять эту область Стереть масло Сегодня полезно Посидеть У открытого огня И посмотреть на него Огонь сжигает негатив Питание должно быть обычным Злоупотреблять специями не следует Двигательная активность нормальная Благодарю за просмотр Если вам понравилось видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь на канал Ваше участие развивает канал И способствует его продвижению Вы можете посетить Бесплатно Мою авторскую библиотеку На сайте Малахов.про Доброго здоровья И до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok